Осенью 2019 года Джумагильдиев неожиданно запустил в своем инстаграм-аккаунте челлендж «Ирбис и Волк», в рамках которого призвал казахстанских пользователей помнить о своей культуре и быть вместе. Его инициативу поддержали певец Кайрат Нуртас, КВН «Шик Нурдаулит Шертим», российский боец Хабиб Нурмагомедов и другие звезды, а также воспитанники одной из казахстанских спортшкол вместе с тренером. После того, как в марте 2020 года Арман вмешался в скандал с финансовой пирамидой «Гарант-24», ломбард, которая оставила доверчивых казахстанцев без десятков миллионов тенге, он стал практически героем в глазах местных жителей. Тогда криминальный авторитет устроил допрос с пристрастием к бежавшему в Молдавию учредителю «Гарант-24», ломбард Аслану Мурзабекову. Бывший спортсмен осыпал его оскорблениями и угрозами, а затем заставил рассказать на видео все о своих мошеннических замыслах и извиниться перед народом. На этом дикий Арман решил не останавливаться. В июле 2020 года, в самый разгар пандемии коронавируса он записал видеообращение, в котором заявил, что будет бесплатно раздавать лекарства нуждающимся гражданам Казахстана. Позднее в его инстаграм-аккаунте появились видео благодарности от тех, кого он обеспечил лекарствами, в том числе от врачей и сотрудников больниц. На кадрах запечатлены коробки с тысячами лекарственных препаратов, которые доставлялись в различные медучреждения страны. В середине октября 2020 года он сыграл на чувствах казахстанцев, которые негодовали из-за Саши Барона Коэна, снявшего вторую часть фильма «Барат». Джумагильдиев призвал общественность наказать знаменитого британского комика за то, что тот высмеивает республику и ее жителей. Дикий Арман попросил поделиться с ним любой конкретной информацией об авторе фильма. Через год криминальный авторитет решил финансово поддержать республиканских боксеров, проигравших на чемпионате мира 2021 в Белграде. Он раздал спортсменам по 2000 долларов, отметив, что это была его личная инициатива. «Было много шума, что дал денег ребятам, которые проиграли. Это мои личные деньги, чтобы поддержать ребят, у них же впереди еще другие турниры будут. Они не проиграли, были вопросы по судейству, поэтому, чтобы они не опускали руки, захотелось их поддержать», — заявил он. После Нового года, в январе 2022, Дикий Арман выложил очередное видео в Инстаграме, показав 2000 пакетов с продуктовыми наборами, которые его команда приготовила для нуждающихся казахстанцев. На 9 января это последний пост в его аккаунте. Надпись в профиле Джумагильдиева гласит «процветание ходу воровскому». Благотворительность и активная общественная позиция привели к популярности криминального авторитета в республике. Как говорилось ранее, Джумагильдиева связывают с племянниками первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Саматом Абишем и Кайратом Сатыбалды. Об этом в частности пишет портал Фергана. Кайрата Сатыбалды издание называет неформальным лидером религиозных радикалов страны, а дикого армана его правой рукой. По версии Ферганы, племяннику Назарбаева подчиняются подготовленные военизированные подразделения на юге Казахстана из числа радикальных исламистов. Только ленивые и нелюбопытные граждане в Казахстане не знают, что Кайрат Сатыбалды много лет является неформальным лидером религиозных радикалов страны и управляет хорошо структурированными военизированными подразделениями, главным образом, в южных регионах республики, пишет издание. Издание выдвигает предположение, что участников погромов через своих людей мотивировали именно племянники Назарбаева, решившие сыграть против Такаева. В частности Джумагильдиева Фергана называет инициатором первых агрессивных выступлений в Алма-Ате 5 января. После того, как в республике вспыхнули волнения, Джумагильдиев записал видео, в котором рассказал, что в срочном порядке прилетел в Казахстан, а также осудил бунтовщиков, применяющих насилие. Авторитет призвал к мирным митингам. По его словам, во время беспорядков гибнут люди и орудуют мародеры, но казахские протестующие, так и не сформулировали свои требования и претензии к властям. Он также заявил, что среди протестующих есть провокаторы, которые раздают водку и наркотики, люди на улицах вооружены гранатами и огнестрельным оружием. Это разве митинги? Это хаос, анархия, сказал он. При этом ранее Арман отмечал, что приехал в республику для того, чтобы присоединиться к протестам, но после стычки с митингующими, в ходе которой его избили, стал призывать остановить насилие. Вдруг неизвестно откуда появился известный криминальный авторитет Дикий Арман. Он что-то говорил, но о чем, мне не было слышно. После этого он увел треть протестующих куда-то за собой с площади. Остальные кричали им вслед не подаваться на кншные провокации. Позже он вернулся и еще что-то говорил, но я не мог слышать этого всего. Когда я спросил у другого протестующего, он сказал, что он понес полную пургу и протестующие его сами прогнали. Больше ничего по этому поводу сказать не могу, рассказал в Фейсбуке один из участников протестов, Оскар Арынгали. По данным МВД, Джумагильдиев приехал в Казахстан из-за границы еще в декабре 2021 года и в момент начала протестов находился в республике. По неподтвержденным данным, его подозревают в руководстве беспорядками и нападениями на представителей власти.